Разработчики официально объявили, что тестируют новый седьмой сезон Стэнд оф 2. Предупреждаю, то что вы сегодня увидите, вас удивит, и вы будете в шоке. А так что сегодня узнаешь про новый подарок, который дадут всем в седьмом сезоне. Смотри это видео до конца. Быстрая проверка на твое везение. Поставь лайк и узнай, какой нож ты получишь. Мне повезло выплат цифра 6. А что выплат тебе? Ставь лайк и узнай. И напиши в комментариях. А всем привет, дорогие друзья. С вами как-то Санджей. Если ты смотришь это видео, то тебе безумно повезло. Как я сказал уже в начале, разработчики официально объявили о том, что тестируют седьмой сезон Стэнд оф 2. Или же обновление 0.28.0. Поговорим с вами как раз о новом подарке, который всем дадут в седьмом сезоне. В прошлых видео я это не особо разбирал. А сегодня мы с вами узнаем все о новом подарке, который дадут именно тебе в седьмом сезоне. Да, его 100% подарят всем. Что же это будет за подарок, ты сегодня узнаешь. И да, подарков если что в седьмом сезоне будет 2. Такого почти не было ни в каких обновлениях. И еще будет много новой и свежей информации про седьмой сезон. И так же я вам советую досмотреть данное видео до конца. Обещаю, вы не пожалеете. Это почти лучшее видео, которое я делал. Ведь столько информации сейчас появилось про седьмой сезон. И ты должен это увидеть. А вот кто победил в прошлом конкурсе и забрал себе керамбит не было. Друзья, давайте тут наберем 4000 лайков. Я сделаю розыгрыш на вот такой вот красивый АВМ не было. Вот с таким вот офигенным паттерном. Главное покажите, хотите ли вы, чтобы я разыграл этот АВМ не было. Наставьте тут конкретно 4000 лайков. Ведь этот АВМ, все-таки Аркана, я его очень хочу разыграть. И у меня один из самых красивых и редких паттернов. Я думаю, вы хотели бы иметь его у себя в инвентаре. Наставьте тут 4000 лайков, чтобы я знал. А так же, друзья, все самые свежие новости седьмого сезона есть в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании, обязательно туда подпишитесь тоже. А еще в этом видео хочу поговорить с вами о трейлере седьмого сезона, что там будет и почему же разработчики уже скоро начнут его делать. В общем, будет много всего нового и не только. Так что устарайтесь поудобнее, берите что-то вкусное. Будет много новой и свежей информации, устарайтесь поудобнее. Всем желаю приятного просмотра. Братишка, до сих пор нету нажали аркам стендов и не беда. Смотрите, кто это у нас тут. Да это же наши старые знакомые стенд фориал. На этом сайте вышло глобальное обновление и выбить скин из кейса еще легче. То есть санс окупа еще выше. Это новый алгоритм. Советую с ним открывать новые новогодние кейсы. Поверь, если ты их откроешь, ты точно окупишься. Я отсюда выбивал много дорогих скинов. И это не все. На сайте есть крутые апгрейды. Так ты можешь прям умножить то, что выбил из кейсов. К тому же это выгодно. А еще дружуще. Ну что друзья, вот мы с вами добираемся до седьмого сезона. А шестой сезон уже почти подходит к концу. Я могу это легко доказать. Сейчас мы с вами находимся на последнем обновлении в шестом сезоне Стэндов 2. Фрости Хаус. После этого начинается совершенно новый сезон. Но разработчики активно начнут показывать что-то про седьмой сезон. Только после выхода пасов в Росте Хаус на рынок. Про это было слышно в прошлом видео. Это посмотреть после этого ролика. И там была точная дата нового трейлера. Ну давайте теперь с вами поговорим про то, что же нас ждет в седьмом сезоне уже совсем скоро. Друзья, хочу еще раз вернуться к шестому сезону. Я думаю вы заметили то, что в шестом сезоне нам вообще не добавили какое-то новое оружие. Ну разве что новый нож добавили. А в пятом сезоне, в четвертом, было много новых оружий. Я думаю, что именно в седьмом сезоне добавят сразу несколько оружий. И больше всего именно пушек. А почему же именно в седьмом сезоне добавят больше всего новых оружий? Потому что если смотреть на все пасхалки, на всю информацию про седьмой сезон. Это будет очень глобальным обновлением. Какие же оружия нам добавят? Я думаю, что могут добавить новый пистолет-револьвер. И было бы хорошо, чтобы вместе с ним добавили еще и новых пушек. По типу Галила для терров и Бизона для КТшников. Это имбовые оружия, которых пока что нету. Но они, я думаю, появятся в седьмом сезоне. Возможно разработчики САЗ добавят три новых оружия. А возможно, например, только Галил и Бизон. Остальное не добавят. Пока мы этого точно сдать не можем. Но я уверен на все 100%, что новые оружия нужны в стендоффе. И какие-то новые оружия в седьмом сезоне будут. Тот же Галил и Бизон. Ждет довольно много игроков в стендоффе. И не говорите, что это не так. Почему же именно Галил и Бизон? У Галила довольно большой урон. Но большой разброс. А вот Бизон очень точное оружие. С него попадать очень легко. Именно поэтому эти оба оружия популярны среди игроков в стендоффе. Но пока что я еще раз говорю. Это оружие еще не добавили. Мы точно еще не знаем. И да, почему же я хочу, чтобы добавили в седьмой сезон револьвер. Скорее всего он будет не в седьмом сезоне, а в другом. Потому что у нас седьмой сезон никак не связан с ковбоями или с диким западом. А седьмой сезон связан с зоной 9. Поэтому имбовый пистолет револьвер может появиться, например, в конце этого года. В другом сезоне. И да, в чем же еще фишка револьвера? Ему можно будет заменять место дигла, как это уже сделано в кс 2. Нави тренер обрадовался. Я считаю, что такое стоит добавить и в стендофф 2. Да, в седьмом сезоне револьвера скорее всего не будет. Будет два новых оружия. И может быть добавят, например, пистолет СЗ-7. Мы пока этого не знаем. Точно уверены, что будет один пистолет и две новые пушки. А какое новое оружие или пистолет вы ждете в седьмом сезоне? Напишите в комментариях. Это очень важно. Не ленитесь, напишите мне реально это интересно. Ведь новые оружия в стендоффе появляются не так часто. И поэтому я жду ваших комментариев. И да, в седьмом сезоне 100% уже будут новые оружия. Но на этом все не заканчивается. Я думаю, вы все знаете, что в седьмом сезоне нам переделают зону 9. Я думаю, вы это везде слышали от меня и возможно от других ютуберов. Но ни один ютубер вам не расскажет того, о чем я расскажу я. В первом сезоне, как вы знаете, нам вернули зону 9. Был новый режим, еще один дополнительный, где надо было таскать контейнер с вирусами в машину. Этот режим просто наживался перехват. Но он был 4 года назад. Если же нам вернули в новогоднем обновлении старый режим Snow Madness, то почему нам не могут спустя 4 года тех же вернуть режим перехват, но только изменить его и сделать еще интереснее. И на новой карте в стиле зоны 9. Где нужно ворвать контейнеры с вирусами, а спецназу не дать этого сделать. Я думаю, что такой режим нужно точно ввести. И сделать там просто огромный опыт, чтобы в него больше играли. Я думаю, что такой режим точно нужно будет вернуть в седьмом сезоне. Напишите, кстати, в комментариях, с какого сезона вы играете. Если вы играли с первого сезона, то вы точно знаете об этом режиме перехват. Легендарный режим. Если же тематика седьмого сезона почти совпадает с первым, то я думаю, что подобный новый режим будет под названием перехват. Пишите свое мнение в комментариях, хотите ли вы, чтобы такой режим добавили в игру. Можете сами даже написать в комментариях, какой режим вы ждете в седьмом сезоне. И идею для разработчиков. Теперь давайте поговорим с вами о новых подарках в седьмом сезоне. Я думаю, вы уже знаете, что седьмой сезон пропадает на день рождения Стэндофф 2. И Стэндоффа будет 7 лет, и это довольно важное событие. И конечно, в честь этого нам дадут сразу 2 подарка. Первый подарок будет совсем другим. Кому-то дадут аркану, кому-то вообще рарку. Именно новый брелок за сезон, в зависимости от звания. То есть, когда заканчивается сезон, у вас обнуляется звание, и за прошлый сезон дают подарок. В виде нового брелка. Это делают почти в каждом сезоне, кто активно играет в МММ, сам про это прекрасно знает. Если же у вас было маленькое звание, вам дадут брелок рарки, абсолютно бесплатно. Если высокое звание за сезон, то брелок в виде арканы. Да, его нельзя будет продать, но вы сможете держать его у себя в инвентаре. Как подарок за сезон. Это уже давалось во многих сезонах, и кто активно играет в МММ, об этом точно знает. А вот какой же второй подарок нас ждет, это новый Шилд 7 Years. Кто не знает, Шилд это стикер, и если его стереть с оружия, то он не пропадает. Его дают только как подарок, и уже в честь 6-летия игры в прошлом году давали. И да, Шилд был золотой, и его давали в конкурсе. Я думаю, что и в этом году разработчики могут сделать снова конкурс, и дать всем новый Шилдик 7 Years золотой. Это и будет два новых подарка, которые нам дадут, но продать его будет нельзя. Теперь, друзья, самое главное в этом видео. Разработчики на своем сайте ответили официально одному из ютуберов на вопрос, который он задал про седьмой сезон. Где один из разработчиков сказал о том, что обновление 0.28.0, то есть седьмой сезон, уже тестируется. Если вы мне не верите, вот аккаунт одного из тестеров. Можете самим проверить, он играет на зоне 9, и не просто так, а для того, чтобы тестить новую, измененную зону 9. Это важная информация. Хотя Pass Frosty House не вышел, но разработчики уже тестируют седьмой сезон. Пишите в комментариях, что вы про это все думаете. Кстати, да, что касается выхода Pass Frosty House на рынок, я про это снимал в прошлом видео. Обязательно посмотрите, вот тут в подсказках выглядит. Обязательно зайдите и посмотрите, там реально точная дата. Ну и теперь, друзья, самый эксклюзив под конец этого видео. Каким же будет трейлер нового сезона? Я думаю, что разработчики подготовят нам самый крутой трейлер, который просто обгонит по просмотрам самый популярный трейлер, а именно трейлер пятого сезона. О чем же я говорю? О том, что в трейлере седьмого сезона нам покажут новую, измененную зону 9, новые скины. И, конечно, покажут новых персонажей. И также в этом всем будет замешан Бихолдер. Короче, я думаю, вы прекрасно понимаете, куда идет сюжет стенд-оффа. В общем, друзья, я считаю, что это видео реально вышло офигенным. И нужно 100% тут наставить 4000 лайков, потому что я над этим видео очень постарался. И также еще напишите в комментариях, что вы ждете в седьмом сезоне. Я, конечно, уже сказал много новой информации, что я жду в седьмом сезоне. Но ваши комментарии тоже важны. И мне тоже интересно, что вы все про это думаете. Так что не ленитесь и пишите. Ну и также, смотри мое прошлое видео, где я рассказал о выходе пассов Рости Хаус на рынок. Это довольно важно. Без него седьмой сезон не выйдет. Обязательно прямо сейчас тыкай на экран и смотри. Там много годной информации. А на этом у меня все. Увидимся уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.